Жители Бутова парк 2 Андрей Лысак и Роза Бикаева во второй свой визит к депутату Государственной Думы Вячеслава Фетисова подняли целый ряд проблемных вопросов. Больше всего их беспокоит отсутствие на территории опорного пункта полиции и пожарного депо. Пожары у нас, к сожалению, с регулярной завидностью происходят как в частном секторе, так и в высотных домах. И нет возможности ни подъезда, ни какое-то оперативное реагирование, тушат, я не знаю, как в 18 веке своими руками, бедрами, гидрантами, то, чем может. С момента первой встречи вопросу удалось сдвинуть с мертвой точки, заявил глава Ленинского городского округа Алексей Спаский, также присутствовавший на депутатском приеме. Модульное пожарное депо на 6 машиномест вблизи микрорайона появится уже в этом году. Подготовка к строительству отдела полиции также началась. Земельный участок сформирован и Главным управлением региональной безопасности на имя министра Колокольцева Федерального отправлено письмо о включении строительства данного объекта в федеральную программу. По федеральной программе МВД Российской Федерации они могут строить только на федеральной земле. Поэтому искали этот участок, нашли, сделаю еще депутатское обращение к министру внутренних дел Российской Федерации, чтобы он посодействовал ускорению процесса общего отделения средств. Активные жители просят благоустроить в микрорайоне прогулочную зону и организовать дополнительный выезд на Варшавское шоссе для общественного транспорта. Вячеслав Фетисов пообещал посодействовать в вопросе организации парка, а также сообщил, что дорожная проблема решится уже в этом году. На приеме были озвучены вопросы, касающиеся проблем с управляющими компаниями. Пуститься по черной лестнице нельзя, у нас там жили бомжи. Грязь, антисанитарии у нас не убирали, не обслуживали. И в 2018 году было принято решение перейти в другую полючную компанию. Вячеслав Фетисов сообщил, что тема эта достаточно острая. И сейчас в рамках проводимой партии «Единая Россия» недели приемов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства часто поднимается жителями. Люди, которые платят деньги за обслуживание, не имеют права, образно говоря, сменить управляющую компанию. Идет целый процесс войны за эти деньги людей. В итоге страдает само понятие обслуживания. Надо думать, каким образом все это менять. Все озвученные на встречу вопросы Вячеслав Фетисов пообещал взять под личный контроль. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.